Знаете, как вот эти взрослые, вот с нами маленькими, общаются? Ой, здравствуй, девочка! Девочка, сколько тебе годиков? Пять. Девочка, покажи на пальчиков. Ой, молодец, какая. Как тебя зовут? Даша. Дошенька, молодец. С мамой пришла? Да. Ну, молодец, хорошо. Ну, нормально, да? Представьте, если со взрослыми так. Ой, какой хороший мальчик! Мальчик, сколько тебе годиков? Десять лет. Десять лет. Нехорошо обманывать. Как тебя зовут? У вас простое имя у меня. Простое имя. Дядя Лёва. Дядя Лёвушка. С один или с бабушкой. Бабушка. Знаешь, как добраться? Вообще, на самом деле, все ровно должно быть наоборот. Со взрослыми должны вот так общаться. Ой, ты какой хороший мальчик в бухгалтерию. Приходишь к роду? Хороший мальчик, хочешь денежек? Да, пожалуйста, вот тебе в магазин. Ой, какой хороший мальчик пришел. Вот тебе масло килограмм. А с детьми, наоборот, строго. Так, где деньги? Вот так. Будет справедливо, мне кажется. Ну, потому что, знаете, вот эти взрослые, они все время такие, пути мой хороший такой. Вот это вот все, больше всего весело. И вот одни папа с мамой родился мальчик. И они его назвали... Сначала Лёвой хотели, но потом назвали Андрюшей. А потом заметили, что у него крышка черепа свинчивается. А у него голова так от природы устроилась. А мама с папой были взрослые, это быстро заметили, повертели мальчика в руках. Смотрите, у него крышка черепа свинчивается. Ну, они тогда быстро сообразили, и ему в голову туда разных сказок запихали. Ну, там, что еще? Вот фильмы, пословицы-поговорки, что еще? Чистушки. Какие-то вытащили, оставили. Что-то еще? Что там еще? Басни. Басни. Все, фантазия закончилась, завернули обратно и отдали в школу. Пускай они там профессионально ему в голову запихивают, что надо и что не надо. Ну, уроки учителя, мальчику крышку черепа свинчивали и набивали его голову всякими разными знаниями. Ну, там, что, математика, физика, что еще? География. География. Что? История. История. Что еще? Иностранный. Иностранный язык. Ботаника. Ботаника. Что еще там? Физкультура. Физкультура. Все вот это вот. Нурбовали, все с такой сапухшей головой. Решает всякие тригонометрические уравнения. А начальная военная подготовка? Ой, начальная военная подготовка. Решает всякие тригонометрические уравнения семизначными числами. Вырешить не может. Только голова еще больше пухнет. И вдруг такая... Вырала ему вместо обычного тригонометрического уравнения семизначными числами какие-то стихи. Учитель понес директору. Такого мы в Андрюшу точно не закладывали. По-моему, быстро разбрались. Оказывается, новая учительница по литературе. Или старалась. Запихала мальчику в голову, что надо и что не надо. А там еще влезло. И еще влезло. Она тогда уже сверхпрограммы учебник по стихосложению ему туда утрабовала. На перемене. Учительница директора. Мальчику крышку черепа. Свернули. Копались, копались. Аж спотели. Урок пропустили. Пришлось учительница по литературе бегать по классам. Всем задавать сочинениям не очереди. Прозвенел за руку к уроку. Директор говорит, ладно. Тут сам черт ногу сломит. Завидчивайте обратно. Придется ему в литературе поступать. А ведь мог бы на физмат. С такой-то головой. А Андрюша летом подсел на компьютерные игры. И с горем пополам бы учился на программиста. Как ему мама с папой мозги не прочищали, так и пишет теперь программы. То ямбом, а то хорем, а то еще тактилем, а еще амфибрахием зафигачит с утяжеленной стопой. Ему это расплюнуть. Вот бы еще печатал кто. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...